Нюра, команда! Все, ребят, полная тишина! В своей обычной жизни Юлия Смирнова в Пашихоне работает библиотекарем. Сегодня девушка одна из 16 артистов массовки, на съемки которой лишние дубли стараются не тратить. Сейчас машина поедет, а мы следом за ней пойдем. Просто пойдем. По сценарию действие фильма происходит в маленьком городке Струлево, жителям которого удалось построить коммунизм в отдельно взятом населенном пункте. Улочки Пашихоне как нельзя лучше подходят для воссоздания атмосферы 60-х годов прошлого века. Вот и Пашихонский краеведческий музей на время превратился в отделение милиции. Как раз на этом месте произойдут ключевые события в фильме. Жизнь в городе Солнце изменится с приездом милиционера из Москвы. Про такой же город писался на речь, что все добрые, все друг друга знают, все у всех на виду. И вот в этом городе, где все-все-все друг друга знают, происходит очень важный и страшный событий. То есть всплывает наружу то, что хотелось, чтобы, может, никогда и не всплыло. То есть как раз в этом, мне кажется, и конфликт, что лучше, может быть, чтобы никто не знал о том, что происходит. Лучше как бы худой мир, лучше доброй войны. Во время съемок режиссерская группа планирует задействовать несколько настоящих раритетов, один из которых – милицейский «Газик». Самый настоящий автомобиль из частной коллекции. Пока больше стоит, но по улицам Пашихонья обязательно прокатится. Машина привезена из Волгоградской области. Потому что именно с таким кузовом их очень мало осталось. Потому что в свое время они были, ну как, ну при Советском Союзе. Машина служила свою под нож и металлолом. Местные жители на киношников смотрят с большим интересом. Многие, что называется в теме, сценарист города Дмитрий Константинов, известный Пашихонцем по фильму «Оттепель». Его не так давно показывали в эфире федерального телевидения. «Нравится, нравится, пусть снимают. Запечатлевает хоть Пашихонья». В начале октября съемки сериала переместятся в Рыбинск. А затем уже в ноябре картина вновь вернется в Пашихонье. Возможность сняться в массовых сценах получат еще несколько десятков ценителей киноискусства. Марина Бурбат, Александр Емельянов. День событий в Пашихонье.